9.27 в Москве. Мы рады приветствовать в нашей студии Сергей Николаевич Рябухин, представитель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Сегодня будут рассматриваться изменения на угловый кодекс в части наделения правительства полномочиями по определению перечня услуг по обслуживанию воздушных судов, освобождаемых от налога на добавленную стоимость. Такое сложное название. Тем не менее, этот перечень уже известен. Да, вот это очень важная тема. Вы слышали, и телезрители хорошо знают о том, что очень много таких проблемных ситуаций возникает при перевозке пассажиров и не только туристов. И поэтому здесь правительство вносит сейчас комплекс мер, которые бы упростили нагрузку на авиаперевозчиков. В том числе вот эта вот мера, которая, это вот поправка в налоговый кодекс, которая позволяет правительству самостоятельно определять перечень технологических операций по обслуживанию воздушных судов, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость. Это, конечно, снижает обременение по обслуживанию, влияет на ценообразование тарифов и упрощает процедуру технического обслуживания воздушных судов. Но перечень, я так понимаю, появится в ближайшее время уже, да? Да, потому что невозможно законом утверждать там постоянно появляющиеся какие-то виды услуг, и мы наделяем правом правительства определять этот перечень. И вот сегодня будет уточняться перечень доходов, не подлежащих налогообложению налога на доходы физических лиц. О чем шла речь? Да, возникает в этой части сомнение, не изменится ли перечень социальных выплат. Нет, речь идет о социальных выплатах граждан. И в этой части, мы четко фиксируем формулировку в налоговом кодексе, что социальные выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц. То есть, вот эти выплаты освобождаются от налогов. В рекомендациях парламентских слушаний указано обратиться в правительство о непродлении льгот на движимое имущество организации. Почему? Вы буквально призывали регионы не продлевать. Да, для нас это принципиальная вещь. 2 октября мы проводили парламентские слушания. Традиционно ввела эти парламентские слушания Валентина Ивановна Матвиенко, представитель Совета Федерации. Там по итогам был очень такой серьезный и солидный перечень предложений и рекомендаций, которые мы направили в правительство. И один из пунктов этих рекомендаций как раз связан с тем, чтобы закончился трехлетний цикл преференции на движимое имущество организации. Мы давали три года назад в условиях кризиса и санкций, которые были против России введены, эти каникулы трехлетние. За эти три года крупные организации, которые имели движимое имущество, должны сделать модернизацию, новые технологии. Мы посмотрели, что не все отнеслись с должным пониманием, подходом к этой льготе. Она не дала того ожидаемого эффекта. Более того, мы обнаружили о том, что в перечень движимого имущества даже скважины нефтяные вошли. Мы не можем с этим согласиться. Поэтому мы считаем, что продлевать эту льготу нельзя. Почему? Потому что это приводит к выпадению доходов субъектов Федерации в сумме 174 миллиарда рублей. Мы считаем, что нужно выборочно сделать. Если речь идет о движимом имуществе, которое отнесено или которое находится в перечне имущества бюджетных организаций, то я думаю, что к ним можно оставить школу, образование, науку и так далее. А вот для хозяйствующих субъектов, которые не выполнили условия и не направили эти средства, которые остаются в компании, в организации на модернизацию своего производства, то я думаю, что надо. То есть правила двух ключей. Мы предлагаем вернуться к правилам двух ключей. Федеральный центр дает рамочную установку на льготу, но окончательно принятие решений должен делать орган государственной власти, субъект Федерации, законодательная власть и исполнительная. В вашем регионе, который вы представляете, как раз и президент говорил о задолженности региональной. Вот в этой части, я так понимаю, есть новости, и вы готовы поделиться ими? Да, это тоже очень важная инициатива, заявление, которое прозвучало на заседании президиума госсовета в Ульяновске. И как раз это происходило накануне парламентских слушаний. Для нас принципиально была задача, что делать с долгами. За последние годы все-таки удалось остановить вот этот растущий тренд государственного долга. Он был 2,4, а уже в прошлом году перелом произошел 2,2 миллиарда. Но нас тревожило то, что в 2018 году, в бюджете 2018 года уже не предусмотрены бюджетные кредиты на замещение коммерческих. Это очень важный такой фактор обременения региональных бюджетов. И на этом фоне заявление президента о реструктуризации государственного долга субъекта Федерации очень важно. Там инициатива-то она понятна, очень много публиковалось в этой части. Я просто хочу напомнить, что если субъект Федерации выполняет свои обязательства по росту собственных доходов выше инфляции, то есть больше 4 процентов, условно, даже 3,2, больше 4 процентов, то в этом случае с них не берут весь объем, который необходим вот уже в 2018-2019 году за ближайшие два года, а это сумма 420 миллиардов, то тогда в этом случае они платят не всю сумму 420, а только 5 процентов от суммы долга. Если они выполняют вот эти обязательства в первые годы, то тогда можно, дополнительные соглашения появятся, продлевают реструктуризацию с 7 до 12 лет. Вот если в укрупненном таком плане, вот я рассказал вам саму идею. Это, конечно, очень важный такой фактор, он серьезный дает такую символ для наращивания собственных доходов регионов, модернизации экономики, перевод ее на инвестиционный характер региональных каналов. Сергей Николаевич, да, еще один, если можно, коротко вопрос. Члены Совета Федерации намерены принять участие в разработке проекта о введении акцесса на медицинский спирт. Почему решено взять под контроль именно этот вопрос сейчас? За последние два года мы целый комплекс мер предложили правительству, и надо отдать должность. Правительство практически все наши рекомендации выполняет. Здесь у нас осталось несколько таких уже слабых мест, которые не позволяют в полном объеме выйти из теневой экономики производства и оборот алкогольной продукции. И речь идет о четырех заводах, которые работают на нужды здравоохранения. Четыре завода делают медицинский спирт, на них не распространяют те акцессы, которые для пищевого оборота, для алкогольной продукции. И мы видим, что по сведениям МВД, ФСБ, Росалкогольное регулирование, мы видим, что вот часть продукции, производимых для медицинских нужд, уходит на подпольное производство, на контрафакт. И здесь нужно вот жестко пресекать. И здесь одна из мер предлагается, значит, не делать дифференциацию, а на весь спирт вводить акцесс, такой, как вот он сейчас на алкоголь вводится, и за исключением только той части, которая идет на лекарственные нужды. Конечно, здесь есть риски такие, чтобы это не привело к повышению цен на лекарственные препараты. Вот этот фактор очень такой осторожный, фактор риска, мы его изучаем, и пока не даем хода этой инициативе, мы просто должны оградить население от повышения, неоправданного повышения цен на лекарства. Сергей Николаевич, большое спасибо за интервью, за участие в нашей программе, и хорошего вам рабочего дня. Я напомню, что наши вопросы в прямом эфире отвечал Сергей Рябухин, представитель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.